Доктора, сейчас мы вам покажем современную цифровую методику внутри ротового сканирования. Эта методика может применяться как для взрослых, так и для детей. Сейчас у нас в кресле ребенок 7 лет. Мы на нем покажем, продемонстрируем проведение этой методики. Но прежде всего хотелось бы отметить преимущества этой методики. Первое, это комфорт для пациента. Исключает аналоговое применение оттискной ложки и оттискной массы. Что часто вызывает у взрослых и у детей рвотный рефлекс. Также это экономия времени врача и пациента. Потому что это исключает момент отливки моделей. Кто-то в лабораторию отправляется по электронной почке. Для чего используется внутриротовое сканирование? Для изготовления ортопедических конструкций. Для изготовления диагностических различных моделей и измерений. А также для передачи по электронной почте другим докторам, другие города, страны. Для возможных консультаций. Это вот этот аппарат, ручка. Здесь система зеркал. Ручки имеются в наборе в три шейпы пять штук. Они обрабатываются, стерилизуются. Поэтому подряд пять пациентов можно принять. И программное обеспечение мощный компьютер, который может обрабатывать видеофайл. Чтобы участок, который будет сканироваться, был без влаги и не ложилась туда губка. Поэтому мы используем обтрагейт. Открываем ротик. В этом случае открываем ротик. Мы используем детский обтрагейт. У нас ребенок в кресле. Сканирование будет в верхней челюсти. Дышим носиком. Ротик не закрываем. Все, переходи на экран. Сюда. Сканирование происходит сначала по наименьшему радиусу. Позиционируем сразу несколько поверхностей и зубов. Поверхность сканирования должна быть, еще раз повторюсь, сухой, без видимой влаги. Сканер все это видит и вон будет искажение на поверхности. Сканируется как твердое, так и мягкое, так и талии зубов. Ротик открыт, не закрывал. Как видите, данное исследование позволяет дать возможность полной визуализации, состояния твердых тканей зубов, слизистой оболочки и прикуса в полости рта. Также есть онлайн-возможность контроля качества сканирования на экране. Сейчас сканируем нижнюю челюсть. Ротик открыть нельзя, закрывать. Идет сканирование нижней челюсти. И очистка лишних артефактов. Все, что не досканировано, мы можем досканировать, к примеру, участок. И самоважная окклюзия. И так держим.